Как принять помазание от или через мужа или жену Божью? Я понимаю, что это библейская школа, и что множество детей приезжает. Каждый год, каждый семестр, и на каждых учителях разное помазание и различные духовные дары. И вы сидите здесь, чтобы учиться, и в то же время принять помазание жизни и принять помазание, которое на них есть, и те дары, в которых они движутся. И будет очень хорошо знать, как принять от них. Иначе муж Божий приезжает и уезжает. Они могут уехать со своим помазанием, и что вы так не приучили. То, что у вас останется, то, что в вашей голове. И хотел бы немного поделиться на этом. Когда человек Божий приезжает, и то помазание, те дары, которые есть, и вы знаете, как принять это помазание. И вы будете, как я, очень обычными слугами Божьими. Небольшой стране, небольшой церкви, небольшой пастор. Но Бог дал мне эту благодать. Когда всякий раз человек и женщины Божьи приезжали, у меня было желание, что у них есть что-то, что я хотел бы получить от них. Поэтому немного под немного я принимал. Более или менее я принимаю. И затем я понял, что мое помазание в служении, даже не осознавая этого, просто проистекает без каких-то особенных усилий. И затем я осознал, что я должен принять какое-то помазание, передать, чтобы получить, и они передадут. Now let us turn to 1st King, chapter 17, verse 13. 17-13. 17-13. 17-13. 17-13. 17-13. 17-13. Я знаю, что вы знаете эту историю. Во время засухи, Илья был ведом Богом пустыню, и он жил там небольшого источника до того времени, когда вода иссохла. Источник иссяк, больше не было воды, больше не было еды. И Господь сказал ему, «Иди в другое место, к вдове, и она позаботится о тебе». Поэтому он пошел. Он встретился с вдовой этой, и сказал, «Привет! Привет! Может дать мне немного воды?» Хорошо. Она пошла, принесла воды. Когда она набирала воду, он говорит, «Я голоден. Может дать мне еще и хлеба?» И вдова сказала ему историю. «У меня только немного, немного муки, немного масла. И теперь я возьму траву, приду домой, сделаю лепешку для себя и сына. И после того, как съем, больше ничего не останется, и мы умрем». Теперь 13 стих. Сказал ей Илья, «Не бойся!» «Пойди и сделай, что ты сказала». «Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». «А для себя и для своего сына сделаешь после». «Сделали бы вы так с тобой, что вы человек Божий, и что они умирают, с голоду больше нет еды. И все же этот пожилой пророк говорит эти слова вдали. «Да ничего, умрешь, так умрешь, что делать?» «Но во-первых, сделай для меня лепешку, прежде чем умрешь. Я более голоден, чем ты. Сделай маленькую лепешку и дай мне во-первых лепешку». «Сделали бы вы так?» «Но почему Илья сделал так? И вдова была послушной. И она знала, что это муж Божий. Потому что Илья был известным, что это не простой человек. Он не был просящий, не был ни с чем. Это человек Божий. Он должен быть человек Божий. Поэтому она послушалась, пошла домой, взяла муку и масло и спекла лепешку и дала Илье. И когда она так сделала, то помазание начало растекать, совсем немного муки, начало увеличиваться и количество увеличиваться елей, Елей продолжала идти, идти, увеличиваться, увеличиваться масло. Помазание благодаря ее открытости к человеку Божьему, благодаря ее желанию благословить человека Божьего, и ее послушание и желание следовать человеку Божьему. И она открыла дверь, потому что благословение пришло. поэтому в этом состоит духовный принцип. Как принять это Мужа Божьего, людей Божьих. Вы забыли мне сегодня лепешку дать. Это студентам говорится. Я не говорю, что вам нужно так же самое делать, но я хочу, чтобы вы поняли принцип за этим. Когда человек Божьего приходит к вам, вы не судите книгу according to the cover. Это английское слово. Вы не судите книгу according to the cover. because you go to the bookshop. Okay. Не судите книжку по обложке. Okay. A man of God comes in a very short time you can decide in your heart. И совсем за короткое время желание появляется в сердце. Do I like him? Нравится ли он мне? Or not? Или нет? человек приходит стоит и вы судите его по тому как он выглядит одет как какой цвет его галстука как он говорит and then you say from Malaysia not from America not from America ничего not interesting but you do not know that but you do not know that but you do not know that I don't come here because I want to come I do not know that you do not know that before I come there was a long long story why I have been coming to this country there was a long long story why I have been coming to this country there was a long long story why I have been coming to this country there was a long long story why I have been coming to this country because God has been leading me because God has been leading me with a miracle after miracle after miracle after miracle after miracle after miracle and God made it possible for me to come here с определенной целью. Я пастор Ло. Пастор нет. Я никто. Но Бог дал мне что-то, доверил мне и послал меня сюда, чтобы дать вам некоторые послания и передать вам некоторые помазания, некоторые дары Духа. Если вы судите меня на основании того, как я выхожу, как я одет, как я говорю, и вы закрываете сердце свое, тогда вполне возможно, что-то вы уже упустили. Старый пророк Илья. Старик Илья. И он жил в пустыне у источника небольшого долгое время. И, возможно, длинный волос, длинная седая борода, и также очень грязное одеяние у него было. Его тело тоже очень воняло, наверное. И вдова. Ты кто? Иди прочь. Ты что хочешь, чтобы я хлеб тебе дала? У меня вообще мало осталось. Нет, нет, нет. И она все бы пропустила. И даже бы потеряла свою жизнь, жизнь своего сына. Потому что не было почтения к тому человеку, которого Бог послал, чтобы спасти ее, благословить ее. Поэтому правильным образом, особенно, когда вы здесь в библейской школе два года сидите, будет много разных мужей и жен Божьих, которые станут учителями в школе. И у вас есть очень хорошая возможность принять помазание, хорошее учение, великое благословение. Поэтому откройте свое сердце и смотрите вы на слугу Божьего. Как вы смотрите на них? Это важное учение в Матфея 10, когда Иисус послал 12 учеников служить. И Господь знает, что люди по-разному реагировали на этих 12 учеников. Матфея 10, 20. Я имею в виду, 10, 40 даже. Матфея 10, 40. Матфея 10, 40. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка или потому что он пророк, получит награду пророка. Кто принимает праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только в чашу холодной воды, одного из этих малых, потому что он мой ученик. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Если кто-то даст даже чашу холодной воды одному из малых сих, кто эти малые, сии малые? Матфея 10 главе. Кто они? Эти малые. Кто эти малые? Кто? Дисципли, крестьян, беливерс. Один из этих 12 учеников. Он посылал их к людям, 12 учеников. Они были новенькие, новоиспеченные студенты, или уже закончившие библейские полиции. И Господь послал их туда с помазанием силой, и что Господь сказал? Знаете, что Он сказал им, когда Он отсылал их? Не идите к язычникам, не идите в Самарию, но идите погибающим овцам. Пориши в Израиле. Израил, house of Israel. Go to the sheep of Israel. Идите к погибающим овцам. Нет. Господь is first given to, first given to the Jews. Во-первых, Евреям, Израилю. You know, you are, some of you are Jews. И как некоторые из вас, евреи, 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 с которыми трудно иметь отношения. Даже ученики такие были. И не каждый будет вас приветствовать. Но кто вас поприветствует, те, кто примет вас, примет Иисуса. И примет самого Бога. Поэтому не переживайте. Кто принимает пророка, потому что он пророк, не зависимо от того, как он выглядит, говорит, потому что он пророк, вы примете его, и вы получите награду пророка. И вы примете то, что несет пророк. Если вы принимаете праведника, то вы получите награду праведника. И всякий, кто дает буквально чашечку холодной воды, очень простой, очень простая открытость, хорошее намерение, и то, что я говорю истину Иисуса, вы не потеряете своего благословения только то, что дадите чашечку холодной воды. Более того, вы дали мне большую чашку горячего чая. Поэтому вы получите награду, которую Господь дает мне, и вы получите то же, потому что вы дали мне чашечку воды. Потому что вдова маленькую лепашечку дала Илье. Илье приняла помазание Илье, и чудо произошло не в руках Ильи. Немножко муки стало превратилось больше, много масла Илье тоже не прекращалось. это не произошло в руках Ильи. Но произошло в руках вдовы, самой вдовы. А! Это сильное. Из-за ее желания благословить человека Божия. И она приняла помазание пророка. так что своими руками она произвела чудо. Большое чудо, не простое, не маленькое. Разве это не чудесно? Поэтому в следующий раз, когда приедет учитель, зависимо, как он будет некрасиво, непривлекательно, ужасно выглядит, может быть, будет вонять, но только из-за того, что Бог послал его. И он несет мечта от Господа. И вы благословляете его небольшой чашкой, холодной воды, горячего чая, все равно. Открытость вашего сердца, и желание ваше сердце, и духовное вдохновение, которое есть у вас. И Господь говорит, я говорю вам истину, что не потеряйте свое благословение. Аминь! Аллилуйя! Спасибо, Бог! Да! Я рассказывала историю об Елисея, когда он пытался передать свое поможение, и пришел царь израильский, и все делал послушание, но также все пропустил. Из-за недостатка духовного понимания. Пророк попросил принести стрелу, лук, открой окно и стреляй. Он сделал все, послушался, но не было духовного понимания у него. Поэтому пророк возложил руки на него, пророчествовал о нем, но он не принял. И пророк был злым, и из-за гнева он умер. мертвеца кинули на него кости, он был очень возочарованный. И Илья умер разочарованно. вся его помазание было на нем унес с собой в гроб. И даже спустя один год, когда мертвеца кинули на его кости, помазание достаточно сильное, чтобы мертвеца воскресить. И поэтому недостаток духовного понимания это очень серьезное дело. Поэтому надеюсь, что я поделился вам благословением служения вашим. Возможно, не многие учителя приедут и расскажут об этом вам. Господь дал мне такое понимание, потому что это то, что я испытал в своей жизни в своем служении. Есть так много хорошего, когда мы знаем, как открыть свое сердце с духовным пониманием, с духовной жаждой и желанием. и Бог пошлет своих великих мужей и жен чтобы принести больше помазания, больше благословения нам. по мере по мере того, как мы это принимаем, также нужно идти и служить. Если вы только принимаете, 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 и не идете служить, и не идете применять эти дары, как Павел говорил Тимофею, ты должен быть усердным в этом, прилежным, абсолютно заниматься этим, будь осторожен, наблюдая свою жизнь за учением, все, что ты принимаешь, будет бесполезно и исчезнет и просто потратится даром. Поэтому вы приняли, вы сами святы, и применяете, практикуете в своем служении, и больше тогда придет. Мало, что вы приняли, вырастет больше. Немного масла, муки в руках давай. Начнет течь, течь, станет больше и больше. Не только для вас, будет достаточно не только для вас, но для семьи и для многих людей, для многих городов, народов. И это произойдет в ваших руках, потому что у вас есть помазание. Помазание это то, что может увеличиваться, также может быть передано многим другим. поэтому Господь посылал мужей и жен Божьих, чтобы мне служили, и Господь открывал дверь, чтобы я служил в моей церкви, в моем городке. я желал быть послушным, желал служить, и немного по-немного Бог открывал двери для и Господь повел меня в другие соседние города, соседние страны, и дальше страны подальше и дальше и до конца земли. для меня Украина это конец земли. Советский Союз, Россия это вообще так далеко. И даже в Монголию, когда мы приземлялись в Монголию, я посмотрел вниз, такое ощущение, что на Луну приземлялись, потому что смотришь, и там пустыня, пустыня, территория, никакой травы, никаких деревьев. Это конец земли. Вот насколько Господь благословит с помазанием. Вы благословляете людей, не только людей, вы благословляете Царство Божие, народы благословляете. Господь проговорил Аврааму, все народы будут благословлены через Тебя и через Твоих потомков. вы потомки Аврааму, и Господь будет использовать вас, чтобы все народы земли были благословлены через вас. Вы несете это великое поручение, эту большую ответственность. Поэтому, если вы желаете, Господь даст вам большое помазание. Аминь. Окей, мы еще немножко поговорим. Окей, у вас очень много еврейских праздников, еврейских жертвоприношений. А, среди тех приношений жертвоприношений есть два вида. Это левит и левит в английском библее. Вы можете это в Левитикусе. Левит, кажется, написано. И еще левит 7-9 главы. Это ваша Тора. Левитикус chapter 7 verse 28 28 with the breast the wave and wave the breast before the Lord earth a wave offering. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилем, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести жертву Господу. ток с грудью должен он принести потрясаю грудь перед лицем Господнем. Поэтому ток с грудью становится приношением. Сожжет священник на жертвеннике ток, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И 3 стих и правое плечо как возношение измирных жертв ваших отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь измирной жертвы и ток, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых измирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и даю их Аарону священнику сынам его вечный участок от сынов Израилевых. Грудь и правое плечо животного поднимаете Господу потрясаете показываете Богу теперь я даю тебе жертву и после этого приношения перед Богом как он это увидел мясо груди и правое плечо дается священнику Мужу Божьему для того чтобы было благословением для Мужа Божьего грудь это самая большая часть жертвы и правое плечо правая половина это самая лучшая часть мяса самая вкусная часть мяса дайте это Господу принесите перед Господом но благословите человека Божьим грудь где находится ваше сердце где ваша любовь и забота находятся что отдается человеку Божьему рука где ваша сила поддержка и дайте это Мужу Божьему и после того как вы принесли жертвоприношение в 9 главе 21 1 стих грудь правая плечо потрясая пред лицом Господне как повелел Моисе и поднял руки обратившись народу и благословил его и сошел совершив жертву за грех все сожжение жертву мирно и вошли Моисей и Аарон в скинье собрание и вышли и благословили народ и явила слава Господня всему народу и вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук и видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лице свое это очень сильно поэтому люди принесли жертву и дали грудь и правое плечо для благословения человека Божьего они подняли руки и благословили и Аарон и Моисей вошли в скинье поклонялись приняли помазание и с помазанием вышли из винии и благословили народ что произошло Бог с Глорией Слава Божья появилась огонь с небес сошел поэтому это принцип как Бог работает Он избрал Своих слуг которые служат и хотят чтобы израильтяне поочтили священника его слуг и дали самую лучшую часть из приношения чтобы благословить человека Божия и то что они предлагают Богу то что они предложили Богу это тук это еще часть жертвы часть тела жертвы и самая лучшая часть мяса дана для благословения человека Божия и в вашем случае когда в церкви это ваш пастор и он ваш духовный лидер и если вы хотите получить благословение через его служение туда вы даете это будет потрясание правое плечо с любовью с силой поддержкой не только духовно но материально богословляете его и мясо для того чтобы священники кушали это реальное мясо не только духовное вы представляете человека Божия реальная любовь реальными деньгами может быть курицу принесете ему что у вас есть может быть торт пирог благословляйте человека Божия так чтобы канал был открыт и слава Господня сошла и огонь сошел и дар Духа сошла и помазание сошло но также поймите меня этот пастор из Малайзии пытается что-то с нас взять когда я был в Монголии я рассказал эту историю в церкви самая большая церковь самая большая церковь Монголии 2000 человек я учил по этому уроку по этому примеру они поняли этот урок и практиковали его и после проповеди это последний день и я уезжал уже тогда у них не было времени чтобы заколоть какую-то жертву и принести грудинку и плечо но на следующий раз я приехал в Монголию их пастор сказал мне знаешь что пастор после того как ты проповедовал ты проповедил и он научил наших членов церкви многие члены церкви дали мне принесли к моему дому самое лучшее мясо они дали это мне я говорю вау вау да это смешно но не смешно Бог действовал таким образом потому что он призывает кого-то быть его слугой и сам Бог почитает своего слугу я думаю в Евангелии это Иоанна тот кто служит мне я почту его если вы призваны Богом служить ему знаете ли вы что Бог почтил вас и он хочет чтобы его люди учтили вас и я почувствовал это почтение чем более я служил Господу в смирении в послушании то кто я есть я пастор нет и все же Бог почитает меня и Бог использовал многих людей чтобы почитать меня уважать и любить меня я понимаю что у меня есть такая благодать от Бога сегодня я помогу чтобы вы приняли такую же благодать и куда бы вы ни шли послушание и смирение Бог почтит вас и люди почтят вас и дадут вам мясо грудинка дадут мясо и дадут любовь своего сердца и так же силу аминь maybe you can have another coffee or tea and then we go into praying together ну давайте еще перерыв сделаем потом возвращаемся будем молиться как вы думаете все в порядке хорошо хорошо аминь